Современные сетевые технологии позволяют нам брать контент с одной медиаплатформы и встраивать внутрь публикаций на другой медиаплатформе. Чаще всего мы говорим о том, что мы берем пост из социальной сети и встраиваем его, например, в публикацию на сайте. Вот это как раз тот пример, который я сейчас вам могу показать. Это публикация на сайте сделанной медиа, у нас здесь есть заголовок, лид и так далее. И вот мы встраиваем внутрь пост из Инстаграма. Все это кликабельно, все это интерактивно, все это ведет нас на аккаунт Инстаграма, откуда мы взяли этот контент. И мы прямо здесь, на этом месте, не переходя в аккаунт в Инстаграме, во встроенном посте мы можем внутри прямо посмотреть, в данном случае, видеоролик. Где здесь риск? Важный, конечно, риск, то, что если источник, откуда вы это скопировали, откуда вы это не скопировали, да, откуда вы это встроили, если там этот контент будет удален, либо заблокирован, то в вашем материале, конечно, здесь будет дырочка, либо какой-нибудь крестик, что контент недоступен. Это всегда есть со всеми гипертекстом, всегда есть этот риск, это дано в нашей сетевой жизни, вы не можете этого избежать, поэтому вы каждый раз взвешиваете, вам нужно встроить контент, или вам можно просто сделать ссылочку, чтобы человек переходил на платформу. Встраивать можно не только из социальных сетей, и вот в данном случае, например, это встроенный фрагмент контента с этого же сайта. То есть это у нас есть история про один проект, и здесь у нас вставка абсолютно интерактивная, здесь все кликабельно, вставка из другого проекта на этом сайте. Мы можем встраивать фейсбук, мы можем встраивать твиттер, можем встраивать интерактивно ВКонтакт, Инстаграм. В основном все медиаплатформы, ютубовский ролик вставляется кодом, и становится интерактивным на вашей странице. Ну вот в данном случае, вы можете этот ролик смотреть, не переходя на ютуб, а прямо здесь весь интерактив ютубовского ролика здесь сохраняется. То есть смысл встраиваемого контента – это возможность перенести фрагмент виджетом, фрагментом контента с одной платформы в ваш материал, который расположен на другой платформе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...